Прежде чем начать данный ролик, Артем Пожаров сообщает, что скорее всего LTSC на Windows 11 не будет. За что ему большое спасибо. По крайней мере сейчас в планах у Microsoft подобной редакции нет. Но это Microsoft, все может поменяться. Также вроде бы появится Windows 11 без TPM 2.0. То есть Windows 11 не будет требовать TPM 2.0. Это будет отдельная видимо редакция или версия для отдельных рынков. Насколько я слышал, ввоз устройств с TPM на территорию EAS под запретом. Эти чипы просто-напросто с коробки отключены. Проверяя данную информацию, вы подсказываете, пишите, потому что все меняется не по дням, а по часам. Ну и Microsoft меняет свое мнение, ну блин, за долю секунды. Поэтому пока нет редакции без требования TPM, а есть только обещание. Будем относиться к этому как обещание. Ну а теперь смотрим build Windows 11 2.2.3.0.0.65. Поехали. Здравствуйте, дорогие мои друзья. Снова Windows 11. Итак, утекшая 11 у меня. Та самая, так я ее не обновил. Никак не хочет система обновляться. Я попробовал по инструкции обновиться, то есть обновление безопасности. Инсайдерская программа не прокатила. То есть я ввожу данные, все по кругу, по кругу, по кругу. Итак, ребята, вы знаете, что вышло 22.3.0.51. Я про нее не снимал. Вскользь прошелся как бы поверхностно. И тут вышло 22.3.0.65. И там вроде бы начали уже переделывать как-то сам по себе пуск. Просто накатить систему на виртуалку это слишком легко. А что если взять систему с утечкой, которую проблематично обновить через центр обновлений и скачать образ, подмонтировать его и прямо из системы установить, обновить. Давайте попробуем. Просто здесь у меня как бы ключ. Все активировано. Я надеюсь, что активация сохранится. Кстати, ключик от семерки. Нажимаем далее и у нас проверка наличия обновлений. Ребята, не обращайте внимания. У нас тут вентилятор работает. Пью квас. Кстати, Лицкий самый лучший квас наш в Беларуси. Вот. Потому что жара. Простите, что? Звук такой вентилятора. Может вы и не слышите? Хороший шумодав. Я подключил. Так. Лицензионное соглашение. Не будем его читать. Просто сохранить только мои личные файлы. Блин. А бы активация сохранилась. Если не сохранится, будет конечно печально. Но буду надеяться, что ключик этот снова же и подойдет. Нажимаем далее. Yes. И пошло. Получение обновлений. Система говорит, что есть возможность восстановить языковой пакет. Если я ставлю по умолчанию, у меня будет русский языковой пакет. Я надеюсь на это. Установка Windows изменит язык интерфейса. Ничего страшного. Нажимаем обновить. ОК. И обновить. Далее установить. И пошло-поехало. Вот это поворот. Видимо какие-то проблемы с кодировкой. Но ничего. Продолжаем. Так. Заходим в систему. Пин-код. Мне кажется. Или поле ввода пин-кода изменилось. Более жирный шрифт. Система с нами здоровается. Говорит. Привет. Подготовка для вас. Ждем. Это может занять несколько минут. Появляются как раз те самые синие круги. Так. Местоположение. Телеметрия. То есть данные диагностики. Давайте. Здесь нет. 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 Везде привычки. Скорее всего все так будут делать. Принять. Короче. Сразу у нас рабочий стол появился. Нужно установить заново виртуальные драйвера. Я как понял. Да. Появился господа здесь поиск. Поехали смотреть. Вот кстати новый проводник. Сейчас мы виртуальные драйвера переустановим. Я не понимаю почему сбилось разрешение. Господи. Какие гигантские кнопки. Да. Разрешаем вносить изменения. Да я пусто не нажимал. Появилась прозрачность панели. Это говорит о том что как раз виртуальные драйвера установлены. Перезапускаем. Так. Нормальное разрешение. Вводим пин-код. Жирный шрифт как Windows XP. Помните ребята. Было дело. Да да. Как раз вот такой вот жирный шрифт. Так. Что еще новое контекстное меню. И оно прям очень большое ребята. И оно лагает. Потому что надпись езжает в сторону. Ну да ладно. Это инсайдерская система. Правильно. То есть это не финал. Ну как то так. Персонализация вызываем. Мне интересно. Активация не отвалилась. Нет. Она не отвалилась. Господа. То есть естественно если персонализация работает. Значит и активация не отвалилась. Здесь у нас новые параметры. Как я и говорил. Это уже по счету третий получается. Потому что первые восьмерки были параметры. Потом в десятке они сделали. Вот эти самые. И вот третий. Тут кстати картана есть. Я думал ее вообще убрали. Нет. Есть. Можно что-нибудь ей сказать. Hello. Или ее нужно перезапустить. Ну да ладно. Все равно она русский язык вообще не понимает. Толку от нее никакого нет. Новые параметры. Выглядят симпатично. Однако. Видно. Что пространства много. А заставить все это как то знаете. Масштабироваться они не научили. Поэтому сбоку остается вот такое вот пространство. Однако если все это дело свернуть. Оно выглядит уже более менее нормально. То же самое было и в старой панели управления. Или правильно в параметрах. Просто я панелью управления всегда пользовался и очень редко сюда заходил. Кстати показываю вам что это как раз сборка 2230.65. Тут еще какое-то у нас обновление ждет скачивание кумулятивное. В общем полазил я по пунктам. Вроде бы все то же самое что и в параметрах Windows 10. И скорее всего вы здесь не заблудитесь. Панель задач. Снова три строчки. Однако дата и время уже в две строчки вместо трех. Появилась луна. Видимо намекает вам что у вас вечер. Или же это включает какой-то ночной режим. Выезжает шторка. Здесь у нас уведомление и календарь. Параметры панели. Может что изменилось. Немножко поменялось. Мини приложение. Это что такое? Ага. Это у нас убираются виджеты. Те самые. И тут уже у нас русские новости. Город Брест. Сводки футбола. Поведение панели управления было скрыто. Поэтому не пугайтесь. Нажимайте на шторку. Внимательно просто читайте. Я тоже сразу не увидел. Вравнивание панели можно сделать как в обычной винде. И по центру. Автоматически скрывать панель. Ну а пока закрепить, открепить все еще нельзя. Ну судя по тому, что все-таки хотя бы вернули сюда поиск. Получается здесь два поиска. То есть нажимаете сюда и вас сразу перекидывают вот сюда. К чему я? Возможно они переработают все-таки пуск. Сделают хотя бы вписок программ 5 строчек. А избранное или рекомендуемое уменьшат. Сделают возможность расширять пуск. Каким-то образом группировать софт. Так, посмотрим все программы. Ну тут ничего такого и нет нового. Начало работы. В той версии, которая была слита, здесь на картинках была изображена Windows 10. Поправили или не поправили? Ну раз уже систему представили, да, здесь уже 11. Раньше была картинка с десятками. Что выглядело комично. То есть вроде бы информация о системе, но при этом на картинке десятка. Ну ничего тут нового вы не увидите. Здесь рассказ о программном обеспечении от Microsoft, о каких-то функциях. Но в основном реклама программного обеспечения, про которую вы и так знаете. Кстати, да, мы сейчас пойдем в магазин, еще сходим. Здесь же поддерживается софт от Android. Интересно, очень интересно. Новый проводник, который имеет классическую панель инструментов, как Windows 98, Millennium. То есть список маленьких значков. Как было в 90-х, где-то до середины 2000-х годов, пока не появился Ribbon. Что это такое Ribbon? Ribbon это вот это. То есть панель инструментов в такой вот большой ленте. Это экономит пространство. То есть свернул эту ленту и все. Теперь же, ну тут все гигантское, все большое. Я не хочу повторяться. Я уже не раз говорил, что мне не нравится. И в моем отношении к гигантизму. В общем, они все вот это то же самое, просто уменьшили. Не, ну контекстное меню, конечно, гигантизм это мягко сказано. Теперь вам все то же самое придется искать в списках. Здесь искать свойства, параметры лезть. Так, это новый элемент. Создать элемент. Это папка, значок, текстовый документ, архив. Симпатичные папочки, как у XP. В общем, все то же самое, понимаете. Конечно, это поменяло все дизайн, вид. Где-то все стало очень большим. Ну, видимо, к этому можно привыкнуть. Все остальное на своих местах. Ну, например, возможность показать скрытые файлы и папки. Все то же самое. Так, Microsoft Store. Походу добавили сюда десктопные приложения. Например, говорят, тут появился OBS. Сейчас мы попробуем его найти. Ну, что-то есть, но у меня сомнения, что это именно тот OBS. Еще и платная программа. И вроде бы это не новый магазин приложений, понимаете. Не новые. Что касаемо расхода памяти в виртуальной машине. Я выделил здесь, естественно, 4 гигабайта оперативной памяти. Это сейчас минимум. И система пожирает где-то 2 с копейками гига. Диск не используется, но это и создачник. У меня здесь немножко гуляет центральный процессор. Еще бы, потому что сейчас у нас Microsoft Store обновляет UVP приложение. Читаю изменения и тут, ребята, очень много багов, которые касаются как раз интерфейса. Где-то что-то отваливаются, какие-то тени пропадают. И мне люди говорят, что сейчас вот этим пользуются и на полном серьезе. Ну, блин, хз-хз. Я бы сказал рановато. Я просто уже вижу, что они начали что-то делать и возможно толк будет. Ну, тут столько исправлений. То есть, буквально совсем недавно в версии 2230.62, например, да, вот все вот эти баги были. А сейчас в 2230.65 уже их нет. А сколько еще этих багов есть? Так, темы оформления. Вроде появились какие-то готовые, более красивые варианты. Сейчас посмотрим. Ну, эту мы уже смотрели, эту смотрели, а вот эту вот мы не смотрели. Так, чем-то применение тем похоже на ранние версии KDE 5, когда часть системы работала, часть не работала, пока компьютер не перезагружался. Ну, тут все стало на свои места. Вот так это все выглядит. Видно, что идет масштабная переработка интерфейса. Интерфейс становится гораздо более тяжелым. Именно поэтому огромное количество старого оборудования не будет поддерживать Windows 11. И неважно, актуальное это оборудование, не актуальное, поддерживаться оно не будет. То, что все-таки они решили внести новый функционал Windows 10. Да-да, 21H2 с новыми функциями. Был уже ролик. Говорит о том, что данная система все-таки не готова. То, что я на нее набросился, это, я повторяюсь, вызвано тем, что отсутствовал привычный функционал, гигантизм. Однако, я вижу, что они продолжают что-то менять и возвращать функции. Просто, как я понял, в реалиях нового интерфейса все приходится переписывать чуть ли не с нуля. То есть, действительно, они взяли десятку. Господи, мне кажется, или тут это меню еще больше выглядит именно в этой теме. Короче, они взяли десятку, насунули на десятку. Так, что это стало? Все пропало, да? Насунули на десятку интерфейс от Windows 10 X и все это утекло в сеть. Ну, а теперь они к этому интерфейсу прикручивают, точнее, пытаются прикрутить какие-то классические функции, какой-то софт адаптировать и активно борются с багами. Ну, вы сами видите, что тут творится даже по значкам. Один значок больше другого. Ну, тут, слышите, как в Гноме сделали все одной кнопкой, блин. И сеть, и звук одной кнопкой. Здесь как-то значки эти неравномерно. Короче, тут работы у них еще немерено. Ну, и чтобы не заниматься какой-то безумной оптимизацией, они решили отказаться от старого оборудования, что сэкономит время на разработку, повысит продажи писюшников и ТПМ 2.0 чипов. Что касается мнения, что якобы они откажутся от огромного количества старого интерфейса, который содержался в системе чуть ли не с времен 95 винды. Я там читал про какой-то бред, про какие-то значки для 95 винды в системе. Ну, короче, начинался дикой чуши. Все это внутри как было, так и есть. И раз система имеет возможность включать совместимость со старыми операционными системами, и части вот этих операционных систем никуда не денутся даже под Windows 11. Вот вам пример Paint, который появился еще в Windows 7 с рибонным интерфейсом. Никто его не переписывал. Была попытка 3D Paint какой-то там запихнуть. Все это фиаском обернулось. И такого тут немерено. Понимаете? Да о чем тут говорить? Тут старая панель управления со времен 7 до сих пор еще. И да, действительно, в 7 было все сбалансировано в плане интерфейса. Вот все. Но потом они начали восьмерку. Восьмерка вообще была мутантом. Там половину полуметра интерфейса, полу от семерки интерфейса. Потом в десятке все это дело подхватили. Мурыжили, мурыжили, мурыжили. Ничего у них снова не получилось. И вот в 11. Ну, в 11 они уже стараются максимально все переписать, все по-новому. И что из этого получится, покажет время. Почему такой гигантизм? Видимо, классические писюшники, ребята, они уходят в историю. А те, что остаются, как минимум сейчас имеют, ну, из современных компьютеров, да, разрешение Full HD или же 2К. На Full HD весь этот гигантизм смотрится страшно. На 2К, наверное, ну, еще как-то нормально. Так вот, на смену старым добрым нашим ноутбукам, стационарам, приходят компьютеры нового поколения. Всяческие моноблоки сенсорные, всяческие мутанты, полу-ноутбуки, полу-планшеты сенсорные, где как раз вам придется работать чаще ручками, чем мышкой и клавиатурой. Я установил все обновления. Это самая, наверное, свежая сборка. Это самый свежий билд на данный момент, а нового магазина нет. Ребята, я очень расстроился, поэтому, наверное, будет еще один ролик про магазин. Ну, а за 11 виндой я слежу. Буду обновлять в виртуальной машине вот эту систему. Как только накопится большое количество нововведений, естественно, я выпущу ролик. Скажу только, что система мне не нравится, но я понимаю, для чего Microsoft это делает. Рекомендовать пользоваться этим пока не могу, потому что оно, ребята, ну очень лагает. У меня прям, пока я лазил в системе, пропадала несколько раз панель, разъезжали значки. Да я и почитал список заплаток, там столько багов, она прям очень дырявая. Я не знаю, как люди некоторые этим пользуются. Вы даже обратите внимание на саму панель задач. Вот от десятки, да? На десятки и на одиннадцки. Вы посмотрите, как все тут перекошено. Вот даже просто вот, насколько оно все как-то странно, непонятно выглядит. Вот здесь вообще все не сбалансировано. До этого как-то лучше смотрелось. То есть вы можете себе представить, что это что-то нечто, что делается каждый день непрерывно. И пользоваться вот этим всерьез, ну я бы не советовал, потому что в любой момент что-то может отвалиться, и вы можете увидеть какой-то сюрприз. Что я не успел показать. Новый магазин и Android приложение. Ну ничего, пообновляемся, пообновляемся и запилим ролик. На этом я заканчиваю. Это был у нас Build 2200.65, Windows 11. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok